Югра-Территория безопасности Пять будущих защитников Родины дали клятву кадета. Новобранцы пообещали быть честными и дисциплинированными. Торжественное мероприятие прошло в Парке Победы на глазах у родителей и руководства силовых ведомств Югры. Ученики поочередно выходили из строя и зачитывали текст присяги, после чего каждый оставлял свою подпись и получал удостоверение. Быть достойным примером для молодежи России, приложить свои силы и полученные знания для укрепления могущества российского государства. Чтобы заслужить звание кадета, дети целый год проходили проверку. В течение этого времени преподаватели и воспитатели оценивали их дисциплину, успехи в учебе и спортивные достижения. Поэтому называется торжественная клятва, не присяга. Она вносит моральный смысл. Но они уже сейчас готовы нести службу по защите нашей Родины. А в наш период, сами знаете какой, что происходит в мире. Я считаю, что это, да не только я считаю, это и президент считает, что главная самая задача это воспитание патриотов, нормальных граждан нашей страны. Принятие торжественной клятвы кадета это очень важное событие в жизни любого воспитанника кадетской школы-интерната. Мы готовимся к нему целый год, чтобы в дальнейшем принять на себя гордое звание кадета и поступить в следственные органы, либо в другие структуры, что следует служению Родины. Абсолютное большинство кадетов серьезно планирует связать свою жизнь с служением Родине. Кто-то на военном поприще, кто-то на правоохранителе. В дальнейшем я хочу связать свою жизнь с служением Родины, в защите отчизны, дома родного, семьи, родных, близких, друзей. Я бы хотела стать военным. Следственный комитет, криминалист. То же самое, следственный комитет, да. Военные. Прокуратура. Я планирую поступать в следственный комитет. В этот особенный для каждого кадета день прозвучало множество пожеланий выпускникам, поздравлений и наставлений на воспеченным кадетам. Сегодня, принося клятву, вы говорили о самом важном, на чем держится сила, могущество, мощь нашего государства. Это ответственность каждого гражданина и единство. Каждый понимает эту ответственность по-разному. Но мне очень хочется, чтобы вы понимали ее прежде всего, как умение отвечать на вызовы. Мы уверены, что те слова, которые вы произнесли, вы их всю жизнь никогда им не измените. Поэтому спасибо, что выбрали такой путь. И, конечно, духовная поддержка. Так, освежить немножко. Солнце печется. Поздравляем. Обучение в кадетской школе, безусловно, отличается от обычной школы. Об этом говорят сами ученики. От обычной школы отличается в первую очередь дисциплиной. В другой школе достичь такого уровня дисциплины невозможно. Это организованность, это распорядок. А еще шестиразовое питание, круглосуточный присмотр, обширная внеурочная деятельность и занятия спортом. Благодаря такому всестороннему развитию, которое дает кадетская школа, благодаря мастерству и опыту преподавателей, почти все ее выпускники поступают в престижные ведомственные музы нашей страны. А я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте yugradifistv.ru, а также в наших социальных сетях. Это Югра. Территория безопасности. Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин